мы с вами вместе и сейчас обещанная программа Майкла Мелехова обо всем необыкновенным окружающим нас да, здравствуйте, мы действительно вместе ну и чтобы уже укрепить связь надо сказать о том что наши телефоны 847-498-3367 это телефон в студии радио вместе ну и смс которого можно получать посылать по телефону 847-595-0904 дорогие друзья, смс сейчас доступны по всему миру так что те кто нас слушают на интернете тоже могут посылать ваши вопросы по этому телефону еще раз 1-847-595-0904 ну а мы начинаем нашу программу, меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра Сангейт, центра информации и сегодня наша программа называется Тайная и Явная или Нумерология в нашей жизни и сегодня мы построим нашу программу таким образом ну, во-первых, о сегодняшнем дне по традиции надо рассказать это первое второе, во время всего эфира вы, дорогие друзья, можете нам звонить, мы принимаем все ваши вопросы если вы не успеете, как всегда у нас, кто не успевает, тот опаздывает тогда, ну, что делать, телефон после эфира 847-226-9956 вопросы по нумерологии, вопросы о наших контактах, наших коммуникациях с нашими близкими о том, что можно сказать в общении с нашими детьми это очень важный момент ну и давайте мы начнем с первого вы можете звонить, мы будем принимать ваши вопросы я буду рассказывать надо только дата вашего рождения, ну, желательно имя ну, что сегодня день грядущий нам готовят или те люди, которые родились в этот день 6 мая 2017 года и это день, который, те люди, которые родились именно вот в этот день то они находятся под влиянием двух планет это Марс и Венера и сегодня у нас, сейчас у нас зодиакальное созвездие Овен то есть мы знаем о том, что 23 марта мы перешли так сказать, начался астрологический год ну, первый знак зодиака это Овен ну, что еще раз, это не совсем астрология обычная это и нумерология не совсем обычная это сочетание нескольких, как традиционных, нумерологии скажем, пифагорейская, нумерология западная есть едическая нумерология, есть халдейская нумерология но вот те люди, которые родились именно в этот день они, так сказать, находятся под сильным влиянием вот этих планет и это достаточная одаренность это энергия, энтузиазм, который дает Марс что такое планета? Венера, планета красоты, планета творчества и те люди, которые родились 6 числа, 15 и 24 апреля это люди, которые находятся именно в первую очередь под влиянием этой планеты и она дает им способность к какому-то музыкальному даже творчеству к слуху, к изобразительному искусству, к гармонии, к танцам ну и если мы говорим о каких-то, допустим, моментах даже если говорим о бизнесе то и в бизнесе существует красота и гармония смотря, конечно, как к этому относиться те люди, еще раз, которые родились в этот день имеют очень много круг, у них широкий круг друзей потому что вот Венера и способность замечать и хорошо общаться это типа шоу, понимаете вот, естественно, у всех шоуменов, у всех людей, звезд которые вращаются в шоу-бизнесе у них огромное количество и поклонников, и друзей но они, тем не менее, эти люди, еще ко всем прочим благотворительные, чрезвычайно они чутки к нуждам других людей то есть они отзываются на помощь о просьбе моментально и пытаются действительно помочь то, что касается денег, и в этом они какая-то у них экстравагантность и какая-то такая красота, что ли то есть они щедры они могут тратить деньги, вот единственный момент, конечно они могут тратить деньги безрассудно и в дальнейшем могут, так сказать, вот эти вот утекать свой спальц, что говорится то есть они могут не насобирать эти денег на безбедную старость тут надо быть им достаточно осторожным то есть вот это желание жить на широкую ногу покупать, опять же, красивые вещи дизайнерские вещи это все то, что свойственно венерианцам а если говорить о венерианках то это женщины, которые, тем более, это планета женская то есть это люди, которые очень и очень привлекательны как мужчины, так и женщины в основном, конечно, женщины с высокой грудью с такими округлыми формами и притягательны для противоположного вида вот надо быть осторожным молодым людям которые именно в этот день, скажем, выделить почему? потому что ну тут работают в основном эмоции и рассудка тут не так много в юные года ну, может быть, со временем да, они начинают понимать если они, скажем, женщина выскакивает замуж а мужчины и женщины в собрании возрасте вполне вероятно, что браки их будут не совсем удачными то есть могут быть какие-то проблемы в браках потому что, сами понимаете эмоции, они не всегда служат хорошим помощником в решении каких-то бытовых проблем вот, ну что поэтому, значит, друзья вам надо попытаться сдерживать свою, скажем, щедрость и внимательно рассматривать конкретные ситуации вот что вам нужно в этих ситуациях делать ну, вот это вот все желание жить на широкую ногу вот это желание красоваться, быть на трибуне, быть на виду быть шоуменом оно занимает много энергии и если мы говорим уже о здоровье то эти люди, отличаясь достаточно крепким здоровьем у них нет особых таких проблем и если они возникают то они будут их решать достаточно просто и достаточно быстро вот с чем тут могут быть какие-то слабые места вот у них это голова и то, что находится у нас на голове то бишь ухо, горло, нос будем так говорить вот тут слабые места и надо на это обращать внимание вот ну, еще что можно сказать головные боли, да то есть такие люди подвержены мигреням и различного рода головным болям поэтому тут надо с этими вещами разбираться как мы знаем, таблетки, они особо нам не помогают ну, временно, но потом опять будет все то же самое по финансовому положению, да ну, мы уже поговорили и надо в этом случае рекомендации какие все-таки откладывать на черный день, как говорится чтобы не было потом мучительно больно бесцельно прошлое, то и вот ну, что еще надо сказать цифры, числа ну, то, что связано с Марсом это у нас девятки поэтому эти цифры будут, скажем, притягиваться к нашим именинникам то есть они гармоничны вообще-то гармоничны все, скажем, с общим знаменателем тройка 3, 6, 9, да две тройки, три тройки это вот эти вот цифры, которые гармоничны к этим шестеркам, тем людям, которые родились именно в этот день то есть желательно, желательно вам, дорогие друзья, именинники вам надо назначать свои какие-то важные дела именно на эти даты из этих дат самая главная дата это, допустим, шестерка вот, причем интересно, что ваша планета Венера День Венеры у нас пятница то есть, если у вас назначено какое-то или вы хотите назначить какое-то мероприятие какой-то, подписать даже контракт то вы стараетесь назначить это на шестое число если оно попадает на пятницу поэтому вот так вот отметьте себе в календаре все пятницы, которые относятся к шестому числу но также второстепенно и тоже имеет смысл это числа, которые значит, девятки то есть, это девятое, восемнадтое, двадцатье, двадцатье числа и тройки третье, двенадтое, двадцать, первое, тридцатое число то есть, вот, все цифры это числа этого ряда они вам благоприятны что еще? ну, в одежде в одежде надо носить цвета скажем, если мы говорим про Венеру про Пятницу то Пятницу должны быть все такие ну, красивые, скажем все оттенки голубого цвета все оттенки блестящего может быть даже то есть, бриллиант ваш камень Венериан Ки вот, ну, мужчины, если уже хотят то тоже можно носить вот эти камни ну, кроме этого, все-таки Марс поскольку оказывает наше влияние то можно носить все оттенки какого-то одежды в одежде красного пурпурного и фиолетово-пурпурного цвета особенно в дни вот, когда это будут ваши дни что еще? важные годы важные годы вашей жизни это шестое, пятнадцатое, двадцать четвертый год да, да двадцать четыре дальше тридцать три дальше сорок два пятьдесят один шестьдесят шестьдесят девять шестьдесят девять ну, что еще там семьдесят восемь ну и, дай Бог вам здоровья восемьдесят семь вот это вот ваши самые важные даты ну, если говорить о тех людях которые родились в этот день из известных ну, вот родилась Барбара Стрейзен она, правда, родилась двадцать четвертого числа Пугачева родилась пятнадцатого числа видите, да это люди, которые шоу-бизнес это люди, которые шестерки это люди, которые венерианки в данном случае Стрейзен и Пугачева ну, если мы говорим о, скажем Борис Стругацкий те любители фантастики они знают такого были братья Стругацкие вот Борис Стругацкий родился пятнадцатого числа и, естественно красота сюжет повествования тоже люди творческие то есть там наворочено всего-всего очень много интересного Леонардо да Винчи родился пятнадцатого числа ну, кто еще Склифосовский родился как раз шестого числа ну, это то, что касательно сегодняшнего дня напоминаю наш телефон эфира в Чикаго 847-498-3367 у нас смс мы принимаем по телефону 847-59-50904 ну, и вопросов если пока у нас нету в эфире давайте мы перейдем к очень интересным вещам поскольку у нас так скажем я планирую всегда какие-то в общем события которые могут быть всем известны но их можно по-разному все оценивать о чем идет речь речь идет вот о чем ну, сегодня 6 мая и буквально через несколько дней мы будем отмечать годовщину Великой Победы над фашистами 9 мая и это то, что отмечает у нас в общем-то все у нас есть звонок да? ну, здравствуйте 3 апреля 73 года да? да так что вы хотели бы узнать? ее предназначение ну вы хотите послушать по радио или хотите ну, можете оставаться в общем-то ну, смотрите вот она ваша дочь родилась 3 числа это дата мне очень неплохо известна это тройка то есть это человек который очень и очень свободолюбивый это человек который очень любит учиться и очень любит обучать то есть никаких приказов никакого давления он не приемлем потому что учителя они их нельзя учить учителей они ведь сами все знают правильно они сами обучают это означает что я знаю что я знаю лучше ну, вот примерно вот в таком плане это то, что касается первой цифры числа рождения дня рождения но дело в том что существует еще следующая цифра и вот следующая цифра она уже совсем другая то есть примерно в возрасте 35 лет скажем а ей уже больше 40 получается да а ей уже 44 получается года она перешла под влиянием уже другой цифры вот и это точнее планеты и эта планета называется Марс вообще-то говоря очень и очень серьезное сочетание двух планет то есть первая планета это планета Юпитер это Гуру это Учитель а вторая Псовечек да вторая планета это Марс это тот воин победитель завоеватель который идет к своей цели и обладает очень серьезными качествами сочетание вот этих двух цифр очень неплохое кстати почему потому что ну смотрите если бы у всех мы об этом говорили в прошлых наших передачах у всех этих воинов победителей завоевателей были бы советчики и они бы точнее они были но если бы они их слушали тогда они могли бы избежать очень многих проблем вот здесь идет сочетание как раз в одном человеке вот этих двух качеств главное чтобы там что-то не перешкаливала и не зашкаливала в данном случае ну зашкаливает авторитарность то есть она очень способная способная к каким-то техническим вещам каким-то ну скажем физика математика там и так далее то есть к наукам очень хорошая энергия энергия не моторная энергия а биологическая скажем биохимическая вот хорошая энергия недостаток характера возможно но вот авторитарно зашкаливает понятие это называется селфи стим я знаю что я знаю лучше более того она и тройка и кроме этого вот это вот зашкаливает все-таки я со мной спорить не стоит я лучше знаю вот такая вещь семейная составляющая если рано она не вышла замуж тогда эти вопросы могут затянуться или же или же это будет не один брак ну вот так примерно ну и могу сказать что с отцом у нее связи по всей вероятности не было или была слабенькая или он рано ушел не знаю это наверное возможно вот я не знаю этого но в самом случае где-то вот так что еще очень хорошая интуиция ну в общем все было бы хорошо если бы не было вот переизбытка вот такого понятия self-esteem надо сдерживать себя надо допускать что мы можем и быть неправыми и ошибаться и это самое главное наше качество то есть не увлекаться формой себя любимого или любимой ну вот примерно вот такой анализ вот вашей дочери ну судя по всему это из Литвы да ну хорошо ладно тогда пока все если будут какие-то вопросы дополнительные ну тут есть нюансы вообще-то говоря то есть с Венерой надо работать Венера слабенькая в карте нумерологическая я называю астрономерологическая матрица почему ну скажем наверное может идти концентрация не на каких-то семейных ценностях да а большей части на карьере вот и в этом случае тогда человек может своей авторитарностью своей вот это то есть не учи меня я это самое так сказать знаю лучше ну вот тут могут создаваться нюансы и она так себя будет вести соответственным образом мужчинам это не будет нравиться что еще ну вот где-то вот так хорошо теперь мы поговорим вот о чем пока вопросов нету это то что как-то может быть и не всем известно интересно в преддверии почему я начал говорить о том что у нас совсем скоро мы отмечаем праздник День Победы и тут очень есть много интересного вообще-то говоря и вообще все происходит ради чего происходит ради того чтобы сделать какие-то выводы ну войну как мы знаем развязала немецкая фашистская Германия ее лидером победителем предводителем этих самых был Адольф Гитлер Шикельгрупер и вот есть очень интересные вещи о чем я хотел сегодня поговорить ну во-первых немногие возможно знают о том что уже в 18 лет Гитлер получил такой титул магистра черной магии то есть его с детства тянуло к этим всем вещам связанные с оккультизмом и с магией он искал абсолютное оружие он организовал огромное количество экспедиций на Тибет Гималайи и другие места у него была секретная база о чем вообще мало кто знает в Антарктиде что немцы искали в Антарктиде вечной мерзлоте совершенно непонятно но там есть очень и очень интересные факты об этом мы не будем останавливаться на этом поскольку тогда не хватит близко одной передачи ну в общем-то я ввел несколько программ по этому поводу на Сангейтс Радио кому будет интересно пожалуйста можете посмотреть на ютюбе Сангейтс Радио Тире Радио на русском языке так вот значит такой интересный факт в 1933 году был найден документ вот сейчас все сказали полнейшее полнейшее был найден документ подписанный кровью подписывающей стороны были Гитлер и сатана ну этот документ якобы документ был найден в каком-то сгоревшем доме в каком-то одной из комнат в каком-то сундуке ну когда открыл сундук нашли этот документ и там были подписи что самое интересное есть исследователи подписей и вот родна там немка которая занимается исследованием вот всех разных подписей она да и не только она собственно говоря сказали что подпись подлинная а в этом документе говорилось о том что в обмен на душу Гитлеру дается ну чуть ли не там вообще-то говоря невероятные какие-то качества и срок договора был 13 лет 13 лет это было 30 апреля 1932 года в 32 году Гитлер абсолютно не был неизвестен вообще никому не то что в мире а в Германии то есть не состоявшийся эфрейтор который неудачник который выдали из высшего учебного заведения который даже сидел в тюрьме вдруг ни с того ни с сего уже в январе месяце стал правителем Германии более того это Германия как мы знаем чуть ли не стала властелином мира как это как это вообще могло быть то есть конечно были в истории много случаев но люди как-то поступательно к этому ушли то есть это не случалось единомоментно это не случалось сразу сходу то есть это было совершенно как бы невероятно с точки зрения вообще всей истории как это могло произойти и тут тайна то есть как это так он просто стремительный взлет не то что там там бегом а это просто космический там был полет невероятный скачок абсолютно никто не понимал и до сих пор не понимает как могло произойти ну если считать что этот документ правда чего конечно 99% скажет полный галиматиак я уже сказал ну тогда логически его можно объяснить но тут есть очень интересные подтверждающие как бы вещи которые я связываю с нумерологией вот смотрите нумерологически еще раз то есть вот эти факты вы где-то найдете они есть они описываются но вот я не встречал вообще-то говоря с точки зрения нумерологии то есть это мои как бы так скажем исследования то есть смотрите родился Гитлер 20 апреля 89 года да 1889 года в сумме эти цифры составляют 5 он умер 30 апреля 1945 года ну сострелился будем считать да официальная версия сумма всех цифр это 8 5 плюс 8 13 13 в сумме дают 4 поехали дальше документ который был найден в этом якобы в этом сундуке и якобы документ он датируется 30 апреля 1932 года если мы просуммируем все эти цифры то мы получим 13 еще раз и там сумма была 13 13 опять 4 срок действия документа 13 лет то есть опять 4 и вот он застрелился в Альпурге в ночь ну не будем сейчас останавливаться что это за ночь такая ну захотите найдете да кто не знает этого это очень такая странная такая ночь ну и это было ровно через 13 лет все как бы совпадает интересная еще вещь он стал лидером как это Аркадий назывался НСДРП да такая партия где он да он стал лидером этой партии в 1921 году если вы просуммируете все цифры то мы найдем цифру 4 то есть смотрите число 13 число 13 во многих скажем народах у многих народов и во многих традициях считается очень несчастливым числом да это мы знаем да и как-то и мы тоже как бы в России да не очень как бы это число признавали любили чертова дюжина это почему она чертова на самом деле а на многих во многих отелях нету вообще-то говоря 13 цифры то есть нету 13-го этажа после 12-го идет сразу 14-й этаж 13-й этаж это 12 с буквой A почему-то вот многие так в отелях то есть не любят цифру 13 смотрите никто не анализирует почему как бы да я могу сказать как бы вот эти вот о чем идет речь то есть 1 плюс 3 в сумме дает 4 что такое 4 мы об этом говорили и будем еще говорить это очень и очень странное число или цифра да то есть это люди которые родились во первых 4 13 22 и 31 числа ну в большей степени наверное все таки четверки конкретно это люди во первых которые ну вот если мы возьмем 22 число то Ленин родился 22 апреля что вам интересно два дня после Гитлера он родился и тоже там есть коррелейшн такое между вот этими личностями да великий могучий так вот эта планета по ведической по ведической астронумерологии называется Раху нет такой планеты в западной астрологии то есть какие-то качества этого планеты это северный узел Луны а вот планета не имеющая никакой массы и это характеризуется затмением ями ну это очень неблагоприятное событие как мы знаем затмение для очень многих людей так вот Раху это еще раз нету плохих планет да и качество людей находящихся под данной планетой но они не всегда скажем какие-то плохие но если человек конечно имеет эту информацию ведется соответствующим образом но качество любой планеты существует такое понятие об этом я просто повторю об этом когда-то я говорил это благость это страсть и это невежество вот прошлое это невежество будущее это страсть а сегодня вот сегодня настоящая это благость так вот что такое Раху в невежестве так описывается в литературе так описывается в ведической астрологии нумерологии то есть это наркомания алкоголь сильное погружение в иллюзию то есть материальную энергию то есть человека не интересует ничего вот смотрите друзья я немного отвлекусь body mind spirit тело дух душа тело ум душа мы все находимся живем в материальном мире но если мы не будем считать что мы все таки не родились в атеистической стране о том что божественное было запрещено если мы не будем это считать то тут все очень и очень строго и все очень и очень логично то есть мы должны существовать на всех трех уровнях материальный уровень это первый это первый это так как мы пошли в первый класс вот начальная школа но ведь потом же мы развиваемся почему мы здесь тогда останавливаемся в своем развитии только потому что мы этого не знаем только потому что нам об этом не говорят это да нам действительно мы этого не знали нам об этом не говорят и очень немногие средства будем так говорить массовой информации об этом говорят но все более и более людей это интересует кстати возраст здесь друзья совершенно не помеха я прекрасно представляю о том что в чикаго нас не слушает молодежь а у нас есть реклама давайте дорогие друзья да мы вернемся через пару минут а сейчас